Есть еще одна регуляризация, которая характерна только для нейронных сетей. Она называется Dropout. Что такое Dropout? Рассмотрим некоторую нейронную сеть, в которой есть два слоя. Первый и второй. Пусть это будет полносвязанная нейронная сеть. То есть каждый нейрон первого слоя соединен с каждым нейроном второго слоя. Теперь рассмотрим такую ситуацию, что между нейроном первого слоя и нейроном второго слоя с некоторой вероятностью p теряется связь. То есть вместо нужного сигнала в нейрон из второго слоя приходит нулевой сигнал. Наверное, такое происходит в реальной жизни, в нейронных сетях, когда теряется сигнал, он улетучивается куда-то. Однако мы хотим, чтобы наша нейронная сеть была устойчива вот к таким пропаданиям сигналов. Итак, мы вводим некоторый параметр p. С этой вероятностью у нас исчезает связь между нейронами первого и второго слоя. Это вариант дропаута, который называется дроп коннекшен. Есть еще один вариант дропаута, когда иногда барахлят уже сами нейроны. То есть у нас связи остаются в силе, однако некоторые нейроны почему-то выдают нулевой результат. Вот такой вариант называется дроп нейрон. Дропаута это очень мощная техника регуляризации. Однако нужно тщательно выбирать параметр p. Параметр p можно выбирать так же, как регуляризационный параметр лямбда. Однако очень часто его просто задают по равным какому-то значению и все. И он работает. Дропаут значительно улучшает стабильность работы сети. Стоит отметить, что техника дропаут чем-то напоминает аугментацию. А именно аугментацию шумом соль и перец. Точнее только соль. То есть когда у нас некоторые пиксели зануляются. Дропаут очень похож на вот эту вот технику аугментации. Продолжение следует... Продолжение следует...